собрались. Ну что, давайте начнем. Меня зовут Ира, я из Озомбанка. Очень рада, что вы остались на мой доклад, что вы очень стойки. У меня появилась вот такая штука, мне выдали буквально до доклада, я ее в целом могу использовать на докладе, так что будет интересно. О чем я сегодня буду вам рассказывать? Я буду вам рассказывать про такой интересный инструмент, как линтер. Кто-то вообще слышал про такой инструмент? Класс, отлично. А кто-то писал на джаваскрипте, тайпскрипте, автотесты? Супер, здорово. А вы используете линтеры в автотестах? Меньше народа? Отлично. Но может быть я вам тоже что-то новое расскажу, а вот если вы не используете, у меня для вас очень много интересной информации. Так что давайте начнем. В Озомбанке я являюсь Куалидом, тестирую интерфейсы и пишу, как ожидаемо, на плейрайте и тайпскрипте. Поэтому в качестве инструментов для демонстрации я буду использовать их в своем коде. Известны ли вам такие проблемы? Писали вы код, писали-писали, дебажили как-то и оставили конслюлог и запушили ваш код? Ну, я предполагаю, что, наверное, сталкивались, поэтому я не буду ждать ответов. Я просто обозначу проблемы, которые могли произойти в вашей жизни, так или иначе, жизни написания автотестов. В свитчке, если вы использовали какую-то условную логику и запыли написать break return, и вы проваливаетесь по всем кейсам и не понимаете, что происходит. Вы приходите в свой код, вам нужно что-то отдебажить, вы писали его давно, и там встречаются какие-то магические значения. Вам нужно долго разбираться, что это вообще значит. Или у вас неиспользуемые переменные. И на ревью вы обсуждаете, почему у вас остались неиспользуемые переменные в коде. Или, например, пишем мы с вами тесты, мы их пишем в спеках, и обычно мы любим на какую-то фичу выделять отдельную спеку. Так вот, эти спеки могут быть очень длинными на самом деле, и проблема таких длинных файлов в том, что в них сложно ориентироваться и объективно сложно поддерживать. Ну и такие уже прям приближенные к жизни тестировщика проблемы. Кто-то внезапно заскипал ваши тесты или закомментировал часть тестов, и они как бы выпали из скопа, который вы запускаете. Или вы забыли проверку в тесте написать. Ну тут как бы, скорее всего, вы скажете, у нас никогда такого не было, но на самом деле ситуация реальная, по невнимательности. Может быть, вы писали где-то большой pull request, вас отвлекли, и вы забыли написать в тесте проверку. Тест зеленый, все отлично, но есть проблема в том, что ничего не проверяют. Ну и любимый, один из любимых холиваров, ифчиков в тесте быть не должно. Вот если вы эти вопросы обсуждаете на ревью, а не решаете эту проблему как-то раньше, то как раз-таки давайте посмотрим на прекрасный инструмент под названием линтер. Вообще линтеры как группа инструментов для чего глобально нам нужны. Во-первых, они нам помогают обнаруживать синтаксические ошибки. Вот как я вам показывала историю со свитчкейсом. Вы просто реально допустили баг, когда писали код. Или, например, у вас в коде есть какие-то архитектурные проблемы. Ну, самый банальный пример базовый – это тот самый неиспользуемый код или дублирование какого-то кода, который… дублирование кода. Кроме того, линтеры нам помогают обучать друг друга. Во-первых, ну, по большому счету в линтерах должны быть закреплены правила, которые являются для нас best practice. Соответственно, вся команда про них знает, и команда им будет следовать. А еще линтеры в отдельных случаях нам помогают даже с фиксом этих проблем. Ну и важный момент – облегчение ревью кода. На предыдущем докладе была небольшая демонстрация того, что может произойти по поводу локаторов. Очень длинный большой спор. В общем, если вы о таких вещах спорите все еще на ревью, то как раз линтер вам может помочь эту стадию немножечко подвинуть и на ревью уже обсуждать и концентрироваться на каких-то очень реально важных вещах, на каких-то проблемах, которые вы могли допустить при написании автотестов. Что такое линтеры в целом? Линтеры у нас произошли от английского слова lint, переводится как мусор, ворс. В общем, исходя из перевода, это то, чего не должно быть у нас в автотестах. И их механизмы работы в целом одинаковые. У вас есть исходный код, то есть вы написали тест, это исходный код. Далее вы берете инструмент и как-то его настраиваете. Вы пишете конфигурацию и говорите, я хочу такие-то правила проверять, чтобы мой код на них соответствовал. Далее при помощи парсера вы берете свой исходный код и построите из него страшное слово AST-дерево. AST-дерево, ну на самом деле у нас очень много деревьев нас окружает в нашей жизни, пока мы пишем автотесты. Как минимум дом-дерево вам должно быть знакомо. Знакомо? Супер. Вот я предлагаю вам думать про AST-дерево пока что, про какую-то аналогичную абстракцию. Потом мы на нее посмотрим, уже визуализируем всю эту историю более подробно. Ну и в общем-то к этому AST-дерево мы применяем наши правила и получаем список сообщений об ошибках, если они у нас есть. И также бонусом может быть предложено нам автоисправление этих ошибок. Вообще линтеры существуют довольно-таки давно. Свою историю этот инструмент берет в 78-м году, это уже почти что 50 лет получается. И первый линтер был написан для языка C. После этого происходит развитие этого инструмента, появляются линтеры в других языках. И если говорить о JavaScript, то в 2002 году у нас появляется первый линтер для JavaScript. Он назывался JSLint. И его автором был Дуглас Крокфорд, довольно-таки известный в мире JavaScript человек. Например, формат JSON, текстовый формат, который мы с вами используем каждый день, как раз вот изобрел этот товарищ. Но проблема этого инструмента была следующая. Он был неконфигурируемый. Если там было закреплено какое-то правило, вы не могли его уйти. То есть вы либо использовали эти проверки, они есть, либо вы не могли использовать этот инструмент. Поэтому в 2010 году появляется еще один инструмент для линтинга JavaScript кода. Он называется JSHint. И вообще на самом деле существует по сей день. И он был более конфигурируемый и давал больше возможностей именно для настройки тех правил, которые вы хотите использовать. А в 2013 году произошло вот что. Появился еще один инструмент для линтинга кода. Он назывался ESLint. И скорее всего вы про него в контексте линтеров для JavaScript должны были слышать, потому что де-факто это сейчас стандарт для линтинга JavaScript кода. Оговорюсь сразу про TypeScript. У TypeScript был свой линтер, но в 2019 году, и он назывался TSLint, в 2019 году разработчики TSLint сказали, что мы больше не будем поддерживать этот инструмент. Пожалуйста, пользуйтесь ESLint. Соответственно ESLint у нас теперь стал де-факто стандартным и для JavaScript, и для TypeScript. Из коротки ESLint умеет работать с JavaScript, чтобы оно заработало с TypeScript, в том, что нам нужен TypeScript парсер. Ну, соответственно, что значит это для нас на практике, нам нужно будет установить чуть побольше зависимости и чуть-чуть подконфигурировать наш конфигурационный файл. Давайте совершим первые действия. Просто установим линтер и посмотрим, как это работает, если вдруг вы еще не видели, как линтеры вообще работают. Что мы для этого сделаем? Во-первых, мы откроем консоль и ее почистим. А дальше нам нужны зависимости. Как я уже говорила, я использую заготовленный вариант, чтобы долго сильно не писать эту строку. Нам нужны будут зависимости на ESLint и на ESLint.js. Это то, чего вам будет достаточно, если вы работаете с чистым JavaScript. Если вы работаете с TypeScript, то вам дополнительно нужно будет установить три дополнительные зависимости. TypeScript, ну, понятно, что это TypeScript, TypeScript ESLint и типы ESLint. Супер. Давайте мы с вами это сделаем. И пойдем сходим в наш Package.son. Как видите, я подготовила небольшой проектик для демонстрации возможностей линтера. Чуть-чуть мы с вами в нем поработаем. Давайте посмотрим на наши зависимости. У нас действительно они установились. И еще я хочу подчеркнуть, что я дополнительно установила себе зависимости ESLint plugin Playwright. Я останавливаться на этом не буду, но сегодня я буду рассказывать именно про этот плагин в частности. Он для нас, как для тестировщиков, представляет особый интерес. Что ж, зависимости у нас установлены. Дальше нам нужно создать конфигурацию. Для того, чтобы нам создать конфигурацию, мы создаем в корне проекта ESLint config.js файл. В версии ESLint после девятой – это единственный способ создания конфига. Раньше были иные форматы создания, сейчас только такой. Соответственно, в нем нам нужно указать, как мы будем линтить. Первое, что мы с вами укажем, что мы будем использовать уже разработанные наборы правил, рекомендованные сообществом. Мы не будем их изобретать с нуля. Эти правила – это, во-первых, рекомендованные ESLint-ом правила. Во-вторых, это рекомендованные для TypeScript правила. И вот тут у нас рекомендованный конфиг для плейрайта есть. Как я думаю, вы догадываетесь, это для тестов. Что еще у нас в этом конфигурационном файле есть? У нас есть блок, в котором мы с вами указываем те папки, которые мы будем игнорировать при запуске наших проверок. Нам на самом деле не нужна папка not-modules. Это сторонняя зависимость, и мы их не будем линтить. Мы будем линтить только наш код. Дальше идет блок настроек нашего уровня языка. И дальше, ну, пока что я не буду рассказывать, что это есть. Нам это чуть-чуть попозже понадобится. В общем, суть в том, что я настроила сейчас довольно-таки дефолтный конфиг. В нем ничего дополнительного нет, но сюда вы можете докидать и ваши кастомные правила, и эти правила, которые вы хотите переопределить. И, в общем-то, это то, единственная точка входа, которая будет влиять на то, как ваш линтер на самом деле будет работать. Зависимости есть, конфиг есть. Что нам нужно сделать? Нам нужно запустить команду линтинга. После того, как я запустила команду линтинга, пока что я это сделала просто в консоли, я получаю какой-то результат. Ну, и очевидно, наверное, если видно, что есть какие-то проблемы. Как вообще такая история читается? Нам, во-первых, указывается в самом начале файл, в котором у нас возникли проблемы. А дальше, на самом-то деле, это даже ссылки. То есть я могу по ним пройти в те строчки кода, в которых у меня произошла проблема. Я, в идее, сейчас нахожусь прямо в той строчке кода, которую мне нужно исправить. Соответственно, вот это вот тот скоп правил, который я с написанным своим кодом нарушила. И в самом конце я вижу, что у меня есть шесть проблем, и при чем у меня есть потенциально фиксабл. Это то, что можно автоматически даже починить. Промежуточный итог такой. Линтеры работают вот так. Ну, давайте вернемся к нашей презентации и посмотрим вообще на те правила, которые могли бы быть нам полезны в нашей жизни. Вот я обозначала вам те проблемы, с которыми вы уже могли сталкиваться. И как решение, например, я могу предложить вам следующее правило ESLintart. Во-первых, можно ограничивать длину файла, в котором вы пишете ваши тесты. Как, например, в данном случае я его ограничила в 500 строк, если у меня будет длина файла больше, соответственно, у меня будет линтер ругаться. Такая же история про максимальную вложенность блоков. Я думаю, здесь тоже видно, что читать код вот с таким количеством вложений достаточно сложно. И, возможно, его можно было бы написать, ну, тут плохой код, но тем не менее. Возможно, его можно было бы написать проще. Так вот, правило MaxDepth нас ограничивает именно в количестве вложений. Но консоль, в общем-то, правило не нуждается в представлении. Пишите консоль, пока дебажите, если вам это нужно. Как только вы планируете запушить свой код, запускаете линтер, и линтер на вас ругается, и вы консоль убираете. NoShadow — это тоже довольно-таки распространенная история. На примере вы видите, что у меня была переменная user, в которой было присвоено значение Ivan, а потом я где-то в тесте переопределила это значение. Возможно, я это сделала здесь преднамеренно. Но, возможно, я ошиблась, потому что файл может быть длинный, и я не думала, что у меня есть эта переменная. В общем, в ситуации, когда вы не хотите, чтобы вот так происходило, ну, вы здесь можете в целом использовать вообще другое название переменной, вы можете использовать правило NoShadow. Магические переменные. В общем-то, в данном примере кода я не знаю, что означает значение 0.25. Возможно, вы догадаетесь, а возможно, нет. И на самом деле это невыдуманная ситуация, когда вы пишете вот так код, вы понимаете в момент написания кода, что произошло. Но исторически, когда вы потом начнете соотносить через год или через два, почему же ваш тест в этой строчке кода падает, вы не поймете, откуда это число взялось. Поэтому, ну, это рекомендация общая, не только для тестировщиков и разработчиков, выносить вот такие числа в какие-то понятные константы, переменные, чтобы потом их уже использовать, и не было ситуации, когда вы запутаны. Неиспользуемые переменные. Ну, как бы это очень простая история, которую можно с помощью линдеров отлавливать. Отлавливать тоже, наверное, не нуждается в представлении. Ну, и ситуация по право-свеч кейсы. Это тот самый кейс, когда мы разбирали, что мы проваливаемся через кейсы без брейков и ретернов. И это не самое ожидаемое для нас поведение. Чтобы такого не происходило, вот правило no fall through. И я могла бы перечислять очень много разных правил. Я перечислила, наверное, самые простые, какие-то базовые правила. И этим я хотела подчеркнуть, что уже, например, использовав эти правила, мы от части проблем можем избавиться. Но чтобы этот инструмент раскрылся в полной мере, я оставила вам две ссылочки на документацию. Рулы ESLint, рулы TypeScript. Почитайте, ознакомьтесь с ними. Там очень-очень много всего полезного для вас найдется. Что еще следует сказать? Как я уже говорила, мы с вами в самом начале, когда подключали, конфигурировали настройки нашего ESLint, мы говорили о рекомендованных конфигах, которые мы сразу подключили, у нас уже какие-то правила заработали. Так вот, чтобы понять, что вообще в эти рекомендованные конфиги входит, в документацию вы будете видеть вот такую зеленую галочку. Вот если зеленая галочка есть, вы читаете, например, документацию для ESLint, то в ESLint рекомендуют конфиги, то, короче, если есть зеленая галочка, оно в нем. Оно включено в нем. Если же не включено, то у вас есть специальный блок rules, в котором вы можете правила либо определять свои, подключать свои, либо переопределять те правила, которые уже определены были в рекомендованном конфиге. И все бы было хорошо, я могла бы сказать, что, в общем-то, все разработчики так делаете и вы. Но есть еще кое-какая интересная штука. Это плагины ESLint для линтинга наших автотестов. И здесь, на самом деле, мы можем получить дополнительную выгоду от использования линтеров. Давайте посмотрим более подробно. Смотреть мы будем на Playwright. У них, мне кажется, довольно-таки комьюнити разработала очень хорошие как раз-таки ESLint плагин. Там очень много разных кейсов. Вот начать мы посмотрим. И посмотрим, как они нам в действительности могут улучшать нашу жизнь. Первая проблема, с которой нам могут помочь бороться линтеры, это, ну, чтобы не допускать глупые ошибки типа забытых проверок или забытых эвейтов. Опять же, в тесте все хорошо, кроме того, что в нем нет проверки. Соответственно, ничего не произойдет, проверок никаких не будет. Чтобы такого не было, есть правило expect-expect. Дальше, поскольку наш JavaScript асинхронный, мы никуда не уйдем от асинхронных вызовов функций. Но к чему может нас привести неправильное использование вот этого синтексиса synch-avate? Это может нас привести к так называемым false positive, false negative результатам в тестах. Ну, например, я написала тест, он просто открывает страницу и проверяет, что там есть заголовок. И он там в действительности есть, но проблема в том, что я забыла написать эвейт. Если бы я его написала, у меня было бы все хорошо. А в результате я получаю пустую строчку. И это, на самом деле, банальный пример. Когда вы будете дебажить сложные тесты, там будут более сложные ситуации, которые вам нужно будет понимать, что происходит. Вот чтобы не забывать писать эвейт в нужных местах, есть специальные правила. Следующая проблема — это та самая потеря тестов. Первое, что мы можем сделать, это закомментировать тесты. Можем мы, а могут разработчики, если мы работаем в одном репозитории. Чтобы такого не происходило стихийно, можно использовать правило no commented out tests. Еще мы можем тесты заскипать. Ну, это вот в каких-то языках disabled аннотация. В плейрайте мы делаем вот так. Но просто так заскипанный тест — это плохо. Соответственно, правила no skip tests вас заставят все-таки как-то по-другому решить эту проблему и либо починить тест, либо подумать над каким-то иным путем. Но еще один неочевидный способ, как можно наши тесты с вами выключить из жизни, так скажем, из нашего pipeline, это взять и написать only. Что нам дает вот это вот only? Only нам позволяет сфокусироваться на каком-то тесте. Очень удобно, когда вы отлаживаете тест. Но вам не нужно запускать все остальные тесты, вам нужно разобраться с конкретным. Вы написали only, прекрасно все отладили, обрадовались, запушили. Но если вы запушите вот с этим словом, то у вас все остальные тесты запускаться просто не будут. И это проблема. Поэтому no focus test вам не позволит вот такое вот запушить. Следующая история. Важная. Мы все любим стабильные тесты, все не любим флакающие тесты. А еще мы очень любим быстро понимать, что же произошло в нашем тесте не так. Так вот, вопрос к вам. Как вы думаете, одинаковый ли это эквивалентный льгот? Ну, давайте так, одинаковый, поднимите руку. Отлично. Ну, возможно, вы все знаете, но я на всякий случай расскажу. Не одинаковый. Но формально мы находим действительно и там, и там ссылку на странице и проверяем ее видимость, что она у нас действительно с текстом трек, и она видна. Но в чем проблема? Проблема в следующем. У нас современные фреймворки, фронтенд разработки очень динамически перерисовывают наш интерфейс. И вот это динамическое перерисование, оно занимает какое-то время. Это миллисекунды для нас, для глаза не видны, а вот для кода очень даже видны. И вот в такие проверки типа To Be Visible зашиты умные ожидания, про которые, кстати, говорилось в предыдущем докладе. Эти умные ожидания конфигурируются в настройках плейрайта. По умолчанию это 5 секунд. Время достаточное в любом случае, как правило, для того, чтобы ваш элемент появился на странице. И суть в чем? Вы доходите до этой строчки кода и ждете 5 секунд, пока вот это вот правило выполнится. Выполнится? Отлично. И выполнится? Вы упали. Вот в том случае вы дойдете до строчки кода с экспектом, и если на этот момент не будет выполнено это условие, ожидать вы ничего не будете. Почему так происходит? Потому что, ну, наверное, потому что плейрайт развивался сам по себе, и в какой-то момент они пришли к такой истории, как WebFirst Assertions. Так вот, WebFirst Assertions — это те матчеры, которые используют встроенные ожидания. Поэтому, вот чтобы не заучивать, какие матчеры хорошие, какие матчеры плохие, какие у вас будут позволять вам писать более стабильные тесты, вы можете указать вот это вот правило, и оно само вам будет подсказывать, какие матчеры лучше использовать. Вопрос номер два. Я написала тест. Тест простой. У меня есть строчка, в ней есть... Я проверяю вхождение в нее под строки. Какой вывод влог вам более понятен? Правый? Правый тот. Вот этот. Ага, левый. Ну, левый — большинство. Смотрите, ну, по сути, я написала одну и ту же проверку, но как влияет то, как я ее написала? В первом случае я понимаю, что у меня есть исходная строка, и я ищу в ней под строку, и которая в целом я визуально вижу, что не входит, не соответствует. А вот во втором случае я получаю ошибку «Expected True, but was False». И все отлично. Ну, как бы здесь мы поняли, в чем была проблема, но когда у вас очень много тестов, у вас они внезапно упали, и к вам приходят разработчики и говорят, что у нас скоро релиз, почему тесты падают? А вы видите в консоли у себя вот так, или в отчетах. И это очень сложно дебажить, поэтому, чтобы такое не происходило, у нас есть специальные правила, которые нам позволяют выбирать более говорящие матчеры. Ну, и последний момент, чтобы договориться о важном, это любимые наши темы. Первая история про ивчики в тестах. Я не буду занимать никакую позицию сегодня, но призываю вас однажды договориться и больше никогда об этом не спорить. Как я вас призываю договориться? Вот Playwright вам предлагает аж целых два способа решения этой ситуации. Если вы совсем не хотите внутри теста видеть условную логику, то для вас есть правило «No conditional in test». А если вы не хотите видеть условную логику, только в экспектах, только в проверках, то есть правило «No conditional expect». Это значит, что вы не сможете использовать экспект в блоках «if» или, например, в блоке «catch». Ну, по-моему, логично, например. Вторая история. Она менее холиварная, но, тем не менее, я слышала какие-то такие фразы, что типа «один тест – одна проверка» или «слишко много проверок в тесте быть не должно». Если вы в команде о таком договорились, то в целом вы можете закрепить это в качестве правила. Следующая история касается софт-ассертов. Ну, софт-ассерты – это тогда, когда вы написали все-таки несколько проверок, и в результате прохождения теста вы получите результат по каждой из них, вы в любом случае в нее пройдете, даже если у вас, например, вторая, как на данном экране, проверка упала, третья у вас все равно выполнится. Если вам удобно использовать такие ассерты, то вот, пожалуйста, тоже правило «require soft assertions». Ну и важный тоже момент. Хуки, наверное, все тоже писали. Это то самое before all, before each, after all, after each. Это то, что нам помогает писать наш код более оптимально. Но что важно про это сказать? В целом вы можете эти хуки расположить в любом месте вашего тестового файла. И не всегда очевидно, если файл большой, вообще будет исполняться перед тестом какой-то хук или нет. Так вот, в команде вы можете договориться о том, что вы будете располагать эти хуки в оговоренном порядке. Либо, например, вы будете их располагать в самом начале тестов, либо вы будете их располагать в порядке их логического выполнения. Например, before each у вас будет до тестов, а after each – после. Вот тоже правило для этого есть. Ну и такие довольно, может быть, оформительские, я бы сказала, правила, потому что это влияет на то, что вы будете видеть в отчете и то, какая степень вложенности у вас будет. Если вам важно, чтобы у вас было не слишком много степов вложенных, то в целом no nested step вам поможет правило. А если вы не хотите использовать слишком много describe-блогов, то тоже есть правило max nested describe. И это еще не все. Опять же, формат моего доклада не позволяет мне рассказать вам про все правила. Если в вашей команде спорят про то, какие локаторы хорошие, а какие локаторы плохие, в целом вы тоже можете договориться и закрепить это при помощи правил, просто я их сюда не вынесла. Но, видимо, было нужно. Вообще, что следует сказать, правил довольно-таки много. И в 99% случаев вам их будет достаточно. Правила можно настраивать. У них есть параметр, который вы можете пробрасывать. Но может возникнуть все-таки ситуация, когда вам будет важно написать свое правило, его не будет в наборе уже готовых правил. И я предлагаю посмотреть на то, как мы могли бы с вами это сделать. На самом деле, пример из жизни – те самые скипы тестов. В идеальном мире скипов быть не должно, но в жизни бывают такие ситуации, когда вам нужно срочно заскипать тест, и вы заводите себе ишью, и вы точно говорите, что я с этим разберусь завтра, вот у меня ишью заведена. Или вы уже поняли руками, что у вас все работает, но нет физической времени починить этот автотест. И вы такие, ну ладно, мы заскипаем тест, но мы обязательно убедимся, что мы завели ишью, и ее оставим комментарием к нашему заскипанному тесту. И вот если вдруг я заскипала тест, и у меня нет этого комментария, на меня линтер должен поругаться. А если я все-таки оставила комментарий, линтер говорит «Окей». Вот, в общем, я хочу добиться вот такого правила, давайте попробуем к нему подобраться. Чтобы к нему подобраться, нам будет нужно AST-дерево. Это самое. Хорошая новость заключается в том, что у нас есть уже инструменты, которые нам облегчают понимание того, как вообще вся эта штука работает. Есть такой прекрасный сайт, он называется AST-эксплорер. Мы сейчас находимся на нем. Как вам видно? Да? Супер. В чем заключается в целом работа этого сайта? В левую часть вы помещаете ваш участок кода, а справа вы видите построенное на основе этого участка кода AST-дерево. Что про него верхнеуровнево нужно понимать? Всегда в корне у нас будет программа, а дальше у нас есть какие-то ноды, какие-то листья этого дерева. И если я по ним буду перемещаться, то гусь. Обращаю ваше внимание, что, например, я сейчас встала на идентифайер, объект, у которого имя тест, и у меня тест подсветился. Если же я перемещусь в следующий идентифайер, у которого имя skip, то у меня подсветится skip. Нам это сейчас визуально будет важно, потому что мы будем писать, собственно говоря, это правило. Ну и, в общем-то, визуально это все, что нам нужно. Если нам нужно разобраться будет глобально в том, как это работает, почему именно такие слова у нас здесь написаны, то я вас отправляю в документацию ES3. ES3 — это спецификация, на которую опираются наши парсеры, когда парсят наш исходный код. Так вот, там расписано по каждому элементу, что он означает, что в него входит, и, в общем-то, саму структуру этого элемента. По большому счету, селектор, я думаю, знакомое для вас название. В дом дерева вы ищете элементы по селекторам. Здесь можно также искать элементы по селекторам. Селекторами в данном случае будут являться как раз вот эти вот названия call expression, member expression, identifier и прочие. Для написания правила нам нужно выбрать правильный селектор, к нему обратиться и произвести какую-то проверку. Пойдемте для этого в код. Первое, что мы с вами сделаем, я уже заготовила boilerplate, чтобы сильно много кода не писать. Первое, что нам нужно будет сделать, нам нужно будет подготовить папочку, в которой у нас будут лежать все наши правила. Причем ESLint рекомендует подключать кастомные правила в качестве отдельного плагина. Соответственно, мы его здесь вот сейчас у себя и напишем. Что я здесь делала? Во-первых, у меня здесь есть папочка rules. В нее предполагается, что я буду все свои кастомные правила складывать. Дальше, поскольку, ну, по сути, это отдельная программка, отдельный плагин, у меня должен быть файл package.son. Причем, обращая ваше внимание, он должен называться, его название должно начинаться со слов ESLint plugin. Дальше вы пишете то название, которое вас устраивает. В моем случае это custom rules. Ну, и мы определяем строчку, точку входа в наш плагин. Это индекс JS. И в нем нет никакой магии, в нем мы просто экспортируем все эти правила, которые мы с вами напишем. Что касается самого правила. У правил в ESLint всегда есть определенная структура. И структура у правила следующая. Первое, что вы в правиле увидите, это метаинформация. На основе этой информации, в принципе, первое, что вы должны понять, о какой уровень серьезности проблемы, правило решает. В данном случае я поставила проблема, вы увидите слово error. Это то, что мы должны будем починить. Кроме того, это может быть какая-то рекомендация, а еще в качестве типа, в ESLint до сих пор есть тип layout. Layout – это проблемы, связанные, например, с отступами, вот с чем-то, с таким, короче, с форматированием нашего кода. В данном случае это будет проблема. Следующее поле, которое нужно обязательно указать, нужно описать наше правило, вообще для чего оно нужно. Мы описываем, что нам нужно предоставить ссылку на жиру. Ну и схема – это набор параметров, которые могут влиять на исполнение нашего правила. В данном случае этот массив пустой, но вы туда можете пробрасывать, например, как правило, максимальной длины файла, вы пробрасываете то число, которое вам важно, с какой длины должен быть файл. И вот, в общем, это те параметры, которые, собственно говоря, влияют на то, как правило будет работать. Второй важный момент – это, собственно, наше правило. Что мы здесь видим? Это функция create, у которой единственным параметром является контекст. Контекст для нас будет очень важен. И возвращать мы будем вот такую штуку. Я написала member expression. Обратите внимание, мы сейчас вернемся вот сюда. Вернемся вот сюда и посмотрим вот сюда. Еще раз, вот такие штуки, member expression, call expression, они называются тоже селекторами. По ним мы можем перемещаться по дереву и искать нужные нам элементы. Как раз-таки в нашем случае member expression – это вот эта вот часть выражения, которая действительно нам важна. Нам важно, чтобы у нас был тест, и он был заскипан. Соответственно, селектором в данном случае будет member expression. Что еще? Давайте посмотрим на структуру. В этом member expression должен быть объект. с именем тест. А также у него должна быть property, которую мы сейчас раскроем. У нее должно быть имя skip. Вот, вооружившись этими знаниями, мы пойдем и так и напишем. Супер. Пока понятно или есть вопросы? Ага. Да, давай посмотрим внимательно сейчас на наше эст-дерево. Объект name. Нам поле name тоже важно указать, важно указать именно точный путь. Что дальше? А дальше нам нужен комментарий. Давайте его вот здесь напишем. Ну, какой-то комментарий. Не важно. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что здесь, в эст-дереве, его не будет. То есть вот этот интерфейс нам ничем не может помочь в части обнаружения комментариев. Что же в этой ситуации делать? В этой ситуации тот самый контекст, тот самый параметр нам может помочь, потому что в контексте содержится, по сути, вся информация об окружении того узла, в котором мы с вами находимся. Соответственно, мы можем обратиться к контексту. И в контексте есть такое поле, которое называется source code. Исходный код. И в нем мы можем получить все комментарии до нашей ноды, до нашего узла. Если там будет два комментария, мы получим два комментария. Но что нам еще важно? Нам важно перебрать эти комментарии и понять, что в нем действительно есть ссылка на Ишли. Как мы это сделаем? Мы это сделаем следующим образом. Мы проверим, что в комментарии нет. Мы проверим, что в комментарии есть строчка. Что это будет за строчка? Ну, допустим, у меня жира поднято будет вот так. И все Ишли у меня будут в каком-то таком виде, а дальше будет 2, 3, 25. Ну, в общем, ожидаемый формат примерно такой. Если у меня будет обнаружен комментарий вот такого характера, значит, все хорошо. А вот если его не будет... Если его не будет, нам нужно рассказать о проблеме. Как это делается? Делать это очень просто. Мы просто обращаемся к тому самому контексту, наш параметр функции, и мы ему сообщаем, что вот в таком-то узле, в такой-то ноде у нас возникла ошибка, и мы прямо говорим что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Пожалуйста, предоставьте ссылку на жир. Все, мы с вами написали правило. Правило нужно подключить. Чтобы подключить наши с вами правила, мы возьмем название нашего плагинчика и пойдем уже в файл настройки непосредственно наших автотестов. Здесь нам нужно будет подключить этот плагин, поскольку это локальная зависимость у меня, я могу это сделать вот так. E-slint — это название папочки, в которую я все это сложила. После этого нам нужно переустановить зависимости, потому что у нас добавилась новая зависимость. И следующее, что нам нужно сделать, это пойти в наш файл конфигурации и в моем случае раскомментировать строчки, в вашем случае написать эти строчки, нам нужно будет подключить этот плагин, собственно говоря, мы его импортируем. А дальше мы скажем следующее. Для файлов, которые у нас лежат в папочке tests, которые у нас с расширением JS или TypeScript, мы будем применять плагин с кастомными правилами, тот самый плагин, который мы с вами подключили, и будем применять следующие правила. Мы будем применять то правило, которое мы с вами указали, custom rules, наш плагин, это вот он, и название нашего правила. Это вот оно. Оно вот так и называется. Отлично. Мы его указали. Что еще мы сразу сделаем? Мы выключим правило Playwright, оно нам будет мешать, потому что Playwright вообще ругается на любые скипы тестов. Все. Давайте попробуем запустить. Надеюсь, нам сегодня повезет. Нам повезло. Смотрите, обратите внимание, что в строчке кода 3.1 у нас все так же ругается линтер, но в прошлый раз он ругался на правила Playwright, а вот в этот раз линтер ругается на правила, которые лежат у нас в custom rules. И правило, то самое, которое мы написали, это ошибка provideger и link for issue. Давайте убедимся, что эта история работает. Мы еще раз сходим в это правило и скопируем то, как должна выглядеть наша issue. И вот сейчас наш линтер должен перестать ругаться. Мы были в третьей строчке кода, третьей строчке кода больше нет. Это значит, что линтер не поругалась. Что еще важно сказать? Каждый раз из консоли всю эту историю запускать крайне утомительно. И вообще можно забыть. Поэтому, во-первых, что вы можете сделать? В настройках среды разработки, в которой вы работаете, я это делаю в AppStorm, поэтому я покажу на AppStorm, вы можете включить автоматические проверки, если не та. Сейчас он подумает. Да, действительно. Нет, он в целом как будто бы не заработал. Сейчас мы вернемся. Ну, идея вот в чем. Что-то могло пойти не так. По правде говоря, сейчас должны были подсвечиваться прямо в коде места с ошибками. Возможно, мне нужно будет просто перезапустить идею, и все заработает, перезапустить проект. Иногда так случается. Чтобы не верить мне на слово, просто проверить у себя в проекте, что это работает. Ну и дальше. Все-таки на этом останавливаться не стоит, потому что все проверки линтера можно локально выключить, а вот если вы включите их в CI, то будет уже как бы сложно обмануть систему. Так что, на примере GitHub Actions вам просто нужно подключить правила линтинга, и, соответственно, у вас будет линтиться ваш код уже в CI. Ну и за кадром осталась одна маленькая деталь. Есть библиотека, которая называется Pretty, и она исключительно про форматирование кода. Это вот точки с запятой, нужно или не нужно ставить, какие кавычки вы хотите использовать, какие отступы, табы, пробелы, вот это вот все. В общем, это все про форматирование. И этот инструмент работает аналогичным образом с ESLint, в том плане, что он тоже основывается на EST-дереве. Так принято было, и многие использовали эти инструменты всегда рядышком для форматирования Prittier, для линтинга ESLint. Хотя у ESLint раньше были правила, которые касались и форматирования. Но на сегодняшний день линтер правила, касающиеся форматирования, пометил Deprecated. Соответственно, если вы хотите, а вы, наверное, захотите рано или поздно проверять форматирование, то вот есть прекрасный инструмент, который можно для этого использовать. Документацию тоже оставил. Это репозиторий, в котором я сегодня работала, я сейчас все туда запушу. Ну, а в качестве выводов, если вдруг вы не используете линтеры или используете, но не на полную мощь, используйте, пожалуйста. Они вам будут облегчать жизнь и вообще будут учить вас писать правильные, хорошие тесты. У меня все. Мне надо гусем показывать. Привет, спасибо за доклад. У меня вопросик следующий. Представь, что я недобросовестный тестировщик и заскипал ряд тестов и над ними проставил комменты jira.com slash issue, defice и все. И на этом оставил. Линтер не ругается. Все окей. И сразу предвосхищаю вопрос. Можно добавить регулярку, чтобы он проверял вхождение числа. Но я могу написать issue-123. Что вы делаете в таких случаях? Спасибо. Регулярку, но для наглядности проще инклюз было показать. Поэтому мне было важно показать именно как правило подключить. Я его самым простым способом написала. И поэтому вот так. Регулярка, окей, с регуляркой. Кстати, у нас написано в репозитории с регуляркой на самом деле. Да, но даже если есть... Можно опять запрос можно даже так. Безусловно, можно. Но тут вопрос, насколько вы не доверяете своим тестировщикам. В любом случае, весь ваш код будет проходить этап ревью. На этапе ревью можно заметить, что у вас странный какой-то комментарий. Но это в любом случае меньше, что нужно будет заметить, нежели проверять все проверки линтера, которые бы вы не включили. Ну вот, скажем так. Да, и камеру еще над ноутбуками сотрудников. Спасибо. Да, привет. Спасибо за доклад. Все круто. Понравилось то, что поясняли многие вещи, которые в теории могли быть непонятны. У меня такой вопрос с небольшой такой перед историей. Обычно, когда мы пишем off-test, мы это делаем не в одном файле, в нашем случае у нас там есть отдельный TypeScript файл, в котором мы описываем методы в классе, чтобы переиспользовать, например, visit на какой-то, на URL определенный. И получается, мы работаем в нескольких файлах, в реальном проекте достаточно много других файлов, и там могут быть какие-то варнинги оставшиеся от каких-то других задач. И такой вопрос, можем ли мы как-то запустить линтер для определенных файлов, которые именно я редактировал, и можно ли это как-то возможно автоматизировать, чтобы запускались именно те файлы, которые я сам редактировал, а те, которые не в рамках моей задачи пропускались. Смотри, я поняла твой вопрос, сейчас попробую перейти в конфиг и попробую на него ответить. Относительно того, что можно ли группировать как-то, проверки вообще, против каких файлов запускать, первое, что мы можем сделать, это написать паттерн, которому должны соответствовать файлы, и уже для них определить определенные правила. Например, в данном случае я говорю, что у меня файлы должны лежать в папке tests, и они должны быть определенного расширения. В целом, если у вас ваши файлы разложены по разным папочкам, то какие-то папочки вы можете начать уже линтить прямо сейчас, какие-то чуть позже. Если вы говорите ситуации, когда вы хотите, чтобы мой кот линтился, а ваш кот не линтился, или наоборот, здесь, ну, я такого способа не знаю. Ну, и, наверное, это было бы не совсем честно и правильно в рамках проекта. Если слишком сложно, например, вы подключили линтеры, и у вас слишком много ворнингов и эроров, здесь какой вопрос? Здесь вы можете часть правил сначала не включать. Здесь может быть стратегия такая, что вы постепенно включаете понемножку правила, сначала вы их делаете ворнингами, включаете определенную группу правил, добиваетесь ее исправления, она у вас работает, вы добавляете еще одну группу правил, и, соответственно, вы немножечко дорабатываете каждый раз ваш инструмент линтинга. И со временем ваш репозиторий будет соответствовать вашим бест-праксисам. Понял. Спасибо большое. Привет. Доклад был интересный. Привет. Рад был послушать. Хотел спросить насчет правил, которые вроде бы полезные, но иногда они просто бесят. Например, есть правило вот экспект-экспект тоже. Если мы в тест зашиваем экспект, допустим, куда-нибудь наш page object, то, по сути, в самом тесте у нас будет только вызов нашего кастомного метода экспект этого, и в самом файле, в самом тесте экспекта нет. И это правило, естественно, срабатывает. Вы что в таком случае делаете? Мы думаем о том, нужно ли нам это правило или нет. Смотрите, мы идем в правило и пробуем его настроить. Если оно не настраивается, мы думаем, надо ли нам написать свое кастомное правило. Вот в данном контексте именно вашего вопроса нам это было не нужно. Мы не используем это правило. Но в целом бывают ситуации, когда люди экспекты пишут в тестах, и это может хорошо работать. Ну, я понял. А все дерево, оно по идее раскручивается до всех методов. Миллион классов будет. Экспект там будет. Будет? Ну, да. Ну, у меня так не работает. это правило write, но если дерево будет стать вызовом... Надо за рамками поэкспериментировать и проверить. Я... Давайте так сделаем. Ну, у меня есть просто... Если это не работает, можно свое написать, чтобы оно... Ну, окей, возможно. Возможно стоит. И я, кстати, еще хотел упомянуть naming convention правила. достаточно тоже крутое. Мы его используем, чтобы все хорошо было. Да, отличное правило, кстати. Отличный пример. Naming convention это вот как camel case, snake case, это то, что вы используете. Тоже то, о чем обычно в командах договариваются заранее. Есть у кого-то еще вопросы? Или все? Спасибо. 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 Спасибо.